Микрорайон Горький до въезда в 111-й квартал. Улица Кузнецкая. Работы на этих участках сомнения у мэра не вызвали. Насторожил переезд по улице Пищевой до нулевого километра Заиграевского района. Здесь выполняются работы по улице Баграда 3. Протяженность полтора километра. Однако Александр Голков считает, что уложиться в срок у подрядчиков вряд ли получится. Приступили к работе поздно. Вот я говорю, проехали. Ну что, нарезали корыто. Мы же все понимаем и реально оцениваем объемы. Ускоряйтесь. Тем более, проблема у вас с материалом сейчас. Еще хуже дела обстоят с ремонтом дороги от улицы Комарова до нулевого километра. Стоимость по контракту 35 миллионов рублей. По приезду на этот участок рабочих на месте не оказалось. Говорят, трудятся они здесь в ночь. Но это не отговорки. Откровенно говоря, плохую работу видно издалека. Александр Голков считает, что такая ситуация в этом году сложилась из-за того, что торги для подрядчиков проводило Республиканское агентство по дорогам. Они прошли на месяц позже обычного. Я неоднократно ставил и буду ставить вопрос о том, что все-таки есть муниципальное агентство, которое вправе и может заниматься этим делом. И, откровенно говоря, лучше получается. Но, по-простому говоря, когда подрядчиков подсовывают, это большой вопрос. Опасения вызывает у меня только лишь одна фирма, которая у нас на улице Комарова. Мы, наверное, видели вывернутые бордюры, неубранный мусор, какая-то нелепая фрезеровка посередине дороги. Мы же все специалисты все прекрасно понимаем, что есть вопросы, связанные с показухой, а есть реальная работа. Вот это реальная работа. Отмечу Бурятия. В федеральной программе безопасные и качественные дороги участвуют впервые. Поэтому контроль должен быть тройным, подчеркнул мэр. Проект рассчитан на 9 лет. Ежегодно на дороге республики из российской казны будут выделять 625 миллионов рублей. Дарья Белоусова, Сергей Костенко. Новости дня.